Всем привет, с вами Ранимус, очередная честь летсплея об игре Двор Фортресс, Ленчер Мод. Я ведь создал ещё кучу новых миров, просто у меня дофига теперь, потому что я влюблён в эту игру, я играл в неё вчера ночью, но с тех пор пока не умер 7 раз подряд, и несколько раз довольно эпично. После чего я всё-таки завидел и решил подождать до съёмки, потому что такие вещи нужно запечатлевать. Так, собственно, новый мир, новые возможности, хотя я бы не сказал, чтобы так уже было всё по-новому. Где же мы начнём? Сталком ПСР, самое большое государство, человеческое. Играл я вчера из-за тёмных, ой, из-за дворов, из-за эльфов, из-за тёмных, из-за светлых, но как-то мне не порадовало, потому что людей всё-таки больше, часто, то есть всегда их больше. Это значит только... Что ж... А, вот, да. Это значит только одно, что найти доспехи эльфу или дворфу очень трудно. Но, что самое интересное, они по габаритам совершенно одинаковые, друг с другом свободно меняются. Ну, например, вспомните толкиновских, ну, точнее, даже джексоновских экранизированных эльфов и гномов. Так вот, здесь они одинаковые. Так, отжились. Вчера я поставил себе просто полубога, в конце концов, потому что мне это задал балла. И, играя полубогом, я тупо вложил абсолютно все очки во владение мечом. То есть получил... Вот сейчас у нас максимальный пятнадцатый уровень, а там с полубогом максимальный девятнадцатый. То есть там, по-моему, сто шестьдесят одну очку, а тут девятнадцать пять всего. Так, нет-нет-нет-нет, я не хочу с мечом ходить, это скучно. Давайте возьмём копьё. А можно, кстати, кнут взять. Ну нет, я лучше копьё возьму. Спир, до девятого уровня. Шилд до восьмого. Броня до восьмого. До седьмого. Нет. До седьмого. До седьмого. Окей. Окей. Вроде бы всё правильно сделал. Можно файтера и обзорвер поставить вместо, скажем, доджера и троувера. Но у меня так привычнее как-то. Нет, с женщинами играть не собираемся. Удаль. Снэйкбранд. Так, сменим пол. Тол. Бриджфолд. Бриджфолд. Жестид бриджс. Трамплит тикс. Темпл плейт. Нет. Хугат. Зугат. Загат. Боже. Критчер хаггд. Замечательно. Мост. Гомот. Рент. Блин. Кошмарно. У них там мина. Ну ладно. Сойдёт. Плевать. Что самое странное. Почему-то раньше у дворфов была стальная броня. Если нормально прокачать навык брони. Или столько стального оружия. Ну в общем стальное оружие может быть только у дворфов в начале игры. У нас как видите всё медное. И даже блин у того чувака, которому я прокачал до 19 уровня мечи. У него всё равно был медный меч. Вот там прикол в том, что он всех крошил просто нафиг. Но у него в конце одной битвы все друзья-товарищи из числа воинов потеряли сознание, а Зин упал в озеро. И он решил, ну точнее я решил его вытащить. И только уже в озере вспомнил, что я все очки вложил в мечи. Следовательно ни одного не вложил в плавание. И утонул. Ладно. Так, день пути, день пути, полудня пути. Замечательно. Эта тварь, кстати, убила двоих. Значит, там будет чем поживиться. Нам желательно, конечно, сейчас найти какое-нибудь чудовище. Но полудня пути это дальновато. Дальновато, далековато, конечно. Goodbye. Такс. Где, кстати, логово-то? А, вот же, вот же, вот же логово. Да. Ну тут куча городов еще по пути. Благо мы появились прямо в центре цивилизации. И всегда есть где отдохнуть. Замечательно. Превосходно. Даже крепости есть поблизости. Успеем ли мы до логово, а потом обратно в крепость? По-моему, не. Не, не успеем. Будем спать в логове. Ну ладно, плевайте. В сущности. Очень уж мне не хочется спать на открытом воздухе. Играл я из Ахумы на Аутсайдера, например. Это тоже довольно весело. Причем, это был карманный мир. Именно что. Там я с помощью таких вот фигуин боролся с ограми. Просто кидал камни в богров. Ну правда, потом у меня напало 250 миллионов гарпий. И я помер. Ладно-с. Идем на восток. Как и пил Покровский. А, че я. Это же не лагерь бандитский. Я уже слишком серьезно воспринимаю это дело. Хотя попробовать всегда можно. Ну как обычно. Стандартные лечи. Интересно, она нас видит? Выходит, что не видит. Да даже если бы видела. А, нет, у нас никаких препятствий нет на пути. Значит, можно побросать. Да, бросаем, попадаем. Хорошо, что этот валь нас не видит. Можно ее что-нибудь перебить пока. Чтобы не поддаваться. А, она выворачивается. Следовательно, она должна знать, откуда летит этот камень. Но не видит. Ни черта не видит. Опять опрыгивает. Опа-на, опа-на. Я обнаружен. Потому что этот валь опрыгнул в нашу сторону. Ну ладно. Ну, значит, верхнюю часть тела. Так, плохо. Плохо. Надо бы встать, конечно. Но для начала можно и почки пробить. К чертям. Или в голову попасть прямо отсюда. И встать. Теперь можно встать. И сбить ее. Ура, мы сбили эту тварь. Так, давайте теперь на нее посмотрим, что она из себя представляет. Она истекает, потому что копье попало ей в череп. В голову. То бишь. И почему это она, когда это он? Консортов вумен. Она. Он. 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 Почему я всегда ошибаюсь с полом здесь? О, у него нет кожи. И у него жирный хобот. И какое-то там тело. С бескожим гуманоидом, конечно, бороться отдельно весело. Читал я давеча форум Двора Фортрес и нашел там картинку, описывающую одного из монстров. Это гигантский лось, у которого не было кожи, который превратился в гуманоида. И он каркает и хрипит, и у него огненное дыхание. Да. Превосходно. Так, этот вальф встает. Мне должно нас смутить. Ой, что-то, что-то не то, не то. О, чёрт. Чёрт, 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 осторожно. Осторожно, мы можем погибнуть. Мы можем погибнуть. Ну вот, мы погибли. Печально. Плевать, начнем ещё раз. Слишком много я уже рассказал, чтобы начинать видео заново. Ну что ж. Копьё некомпетентно. Всё ж таки. Потому что только проникающий урон, ну это как-то не очень. Это бить можно только в голову. А бить в голову хорошо только с расстояния. То бишь, используя лук или арбалет. А так, конечно, самое эффективное оружие это меч. По-прежнему. Ну и здесь всё по стандартной схеме мы делаем. Только как же мы будем развиваться сейчас? Стоит подумать. Ну меч это вообще скучно, нафиг. Ну что ещё, что ещё осталось? Молот? Молот это было бы забавно. Ну это тоже глупо, по-моему. Хотя можно, можно попробовать. Девятый уровень молота. Седьмой уровень файтера. Седьмой уровень свиммера. Можно, вот я считаю, наверное, можно просто прокачать броски и вот этот вот эмбушер засада. И просто расстреливать всех издалека. Я думаю, можно. Траймс Холд Воршипс. Плевать, сойдёт. Траймс. Может кого-то имя? О, железный молот. Хорошо. Ну какие-то тростниковые, блин. Сандальки на нём. И вообще, правда, это, конечно, у него эпичная рубашка. Ну не рубашка, а одёжка из леопардовой шкуры. Ну в общем-то да, да. Вот, конечно, чего я не учёл, когда в прошлый раз играл, ну, предыдущим персонажем на видео. Это то, что нужно по-любому, конечно... Конечно, по-любому смотреть на броню и всегда-всегда надевать себе новую броню. Даже если она обычного качества. Потому что у нас в самом начале игры только вот кожаная броня. Толк в ней вообще ноль. Так, на открытом пространстве мы скрыться не можем. Ну, это уже не открыто. Мы уже скрылись за деревом. Так, возьмём пару камней. Я имел в виду пару десятков. Кортицид. Ни-ки. Ладно, достаточно. Да. Весьма. И посмотрим, чё у нас... Опа-опа, чё у нас тут... Я ищусь Айви-пост. Айви. Эльф, что ли? А, нет. Не эльф. Вот какой от тебя прок. С кнутом. Ну, решено. Если этот персонаж очень скоро погибнет, то следующий персонаж будет с кнутом. Нифига он носится. Вы посмотрите, с какой скоростью. Нифига себе. Как я в него попасть должен? Скажите на милость. Ладно, подберёмся поближе к вот этому вот. Можно ещё поближе? Перебежками. От одного крутия к другому. Спрятаться в кустах. Ага, попали. Ну и так далее. Собственно, технологию бросания булыжников вы знаете. А это не булыжники, ещё к тому же. Какая-то гайка. Какая-то хрень. Ну, в общем, убить человека можно элементарно. Да и дворфы эльфа. Словом, полезнейшая вещь. Но, скажем так, с молотом против топора, не имея нормальной брони, я бы не выходил. Опять ты. Как бы ты сейчас на нас не налетел случайно. Так. Чёрт. Так, ладно, 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 ладно. Мы всё можем. Раздробим умогу. К собачьим чертям. А эта тварь быстрая. Нет, эта тварь не быстрая, это я медленный. Так. Куда же бить? В левую руку. Нет. И ударить-то я нормально не могу. Какой от меня толк вообще? Оба! Нет, смотрите-ка. В этом, конечно, плюс всех... Молотобойцев и вообще тварей с дробящими оружием. Тем, что они не отсекают, а тупо дробят. В итоге болевой эффект гораздо ощутимее. Вспомните, например, джедаев. Джедаи вообще, блин, санитары. Межгалактические. Они сразу своим святовым мечом рану прижигают. А эта тварь, она, блин, когда ударит, она ещё все кости раздробится, ухожилие все перемнёт. В общем, весело. Так. Мне не надо. Тем более не надо. Давайте-ка ещё один капшончик возьмём и натянем. Натянем, натянем. И это вот туда же, короче. А что, мне нравится молот. Очень так. Жизнеутверждающе. Наверное, труп я разделывать не буду сейчас. Тем более, что не такой уж я и голодный, чтобы разделывать человеческие трупы. Так, сейчас главное не переоценить своих сил. А, нет, это не лучник. Хотя с копьём тоже можно немало бед натворить. Ну ладно. Так, нет. Эта позиция мне не устраивает. Вот это уже получше. Да, попал по-лёгкому. Ну, конечно, с... Рубящим оружием лучше бить по конечностям. С проникающим оружием лучше бить в туловище. Надеюсь, пробить какие-нибудь лё... Ой, какие-нибудь органы. А используя зробящее оружие можно бить куда угодно. Желательно туда, где много костей, мало жира и... Ну, вы поняли. В общем-то, такая, как я понимаю, тактика. Ну, или можно всегда бить в голову. Так, железный щит. А у нас бронзовый. Так... 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 Нет. Блин, ну я забыл кнопки, а. Нет, 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 нет. Нет, как же вытащить-то? А, во, во, вспомнил. Remove. Так, вот, таскиваем и... Ладно, будем надеяться, что левша. О, неплохой колчан. Кирка. В новом апдейте обещают... Ну, может быть не в этом, но вообще в скором времени обещают добавить возможность копать, рубить и, в общем, майнкрафтить в режиме. Переключение. А не только в крепости. И это, по-моему, круто. Даже очень. Так, ну мы вроде никуда не торопимся сегодня. В смысле... В смысле... Вот уже и ночь. Гамлет. Что такое Гамлет? Кроме Шекспира, разумеется. Вот темнеет, кстати говоря. Радиус обзора снизился. А, нет, повысился. Странное дело. Привет, товарищ Охотник. Аминьхандр. Присоединяйся. А, ну да. Мне нужно просто, чтобы ты позволил мне здесь поспать. Да не надо мне ВКонтакте-то писать. Хотя нет, конечно, надо, но не во время съемки. Интересно, зачем я поставил часы, если я не посмотрел, когда начал снимать. Шикарец. Так-с. Ну, можно поговорить со своим хантером. А, можно со Стоункрафтером поговорить. Кстати, он обо мне знает. Надо же. Croucher of the Night. Night, night, night. Na-na-na-na-na-na-na-na. Croucher of the Night. Night, night, night. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Это та самая тваль, которая убила нашего предыдущего адвенчурера. Теперь, кстати, говорят, что он убил не двоих, а троих. Ну, потому что нас тоже, как бы, за человека считают. Это приятно. Правда, не очень приятно, конечно, контекст. Ну, и где этот охотник? А, трус? Ладно, я его прощаю. Потому что я его понимаю все-таки. А это что такое? Магод, магод. Суслик или хорек? Какого черта? Венкашеров. А где мой-то, чувак? Экстингующеров ревент кричур хагет, хус крайс фор мерси, вент анхидет, бай мэйвров. Ну да, как же. Я не молил о пощаде, я упал без сознания. Что поделаешь? С кем не бывает. Блин, нифига себе, у него был плащ из шкуры панды. Он мне нужен. Я буду дразнить эльфов. Этот, вальсчет, смеет отпрыгивать. Я здесь не за тобой, не за... Ну, ты поняла. Поняла. Отдай мне панду и... Ой. Ой. Слушай, это опасно. Так, ладно, окей. Я не буду пытаться встать. Хорошо. Ты меня убедила. Ты меня убедила. Хотя нет, буду. Вот черт. Jesus. Какой-то долг, please. Все, мы проиграли. Да привет, привет. Та-дам-дам-дам- You have suffocated. Короче, твань меня задушила. Слушайте, мы должны отомстить. Мы должны ей отомстить. Мы должны ей отомстить. Сейчас только посмотрю, сколько времени я снимаю. Да. И пойду сразу мстить. Потому что это как-то неправильно. Чтобы какой-то бескожий гуманоид наших адвенчуржеров душил. Что-то вообще дикая тварь какая-то. Ладно, все, 20 минут прошло. Этого мало. Нужно еще один адвенчурер. Только такой, который сможет победить эту тварь. А не такой, который, блин, будет громить эти бандитские лаги. Это все охотник, это все охотник виноват. Вот посмотрите только. Если бы он за нами пошел, мы бы там устроили просто разгром и шатание. Но нет, нет. Конечно же нет. Ладно. Не будем больше экспериментов никаких делать. Возьмем топор. Товарищ, нет. Товарищ, это немного не то. Супер-юр. Скиллт. Скиллт. Восьмой. Седьмой. Восьмой. Восьмой. Нет, седьмой тоже. И здесь седьмой. Нафиг, нафиг любое и всяческое бросание, чего бы то ни было. Мы будем женщины, и мы будем убивать. Нет. Шелтер-бау-вол. Не знаю, что такое бау-вол. Фроуг-гакт. Блин. Да. Печаль, что я пропустил. Клок-дейз. Крауд-винтер. Виспул-оус. Монг-снаррес. Сэд-крит-изгилл-ржждэмонг-райстл-дрэд. Гвелинк-фэнсээс. Отлично. От-до. От-до. А женщина. у нее всего лишь медный топор зато целый и железный щит привет тварюшка расскажи мне шо но здесь и как крыльчур знает вот видите свал финт скилл for in his last for murder his last for марта блин не знаю где там правильно составить как вообще это дословно переводится все товарищи у меня сдал балья прямо прямо здесь лягую далеко то как смотрите у нее свое имя есть теперь у него в этой твари мертвый день заслужил имя убив твоих наших и двоих чужих посплю к я здесь если доживу даже дожила даже вот так татан 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 ну же город где обещанный городок ема вот дорожка нет дорожкой надо вот спускаемся эй 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 в тюрьме в тюрьме на а тыс фолдин на ютбатер стоя и доуру соуза буги меню был гетт вилл гетт в сабудим за будем ура рассвет с выхода как обычно нет идем на юго-восток и обычно прокатывает н волос я красный качал бросок печально ладно вашим волкам от моих волков так, да, на, получи блин, нифига он скоростной ладно, эта тварь падает будем бить в пол чем бы это ни было а это, это что? так прорезался жирок понятно, топор застрял хреново по голове себе постучи получи на опять, опять блин, в легкое попали и он выжил в легкое в легкое топором подумаешь медным топором топором же кстати, один из волков пытается сбежать хренушки первыми напали первыми помрете так, че? по левой передней ножке лапки но все равно до смерти и тебя тоже порежем и хвост тебе отрубим да, отрубили отрубили хвост ну и голову тоже отрубили этот сошел с ума ой, не сошел с ума да, с помощью топора разделать волка это, конечно, мрак зато мы можем использовать его кости как броса нет нет, нет, нет нет, нет волк, мит мит волчай, мясо и мугл отрубили окей, валим отсюда слушайте, вы посмотрите а лес-то меняется он был почти полностью зеленый в первый наш визит потом некоторые деревья стали желтыми сейчас почти все желтые некоторые даже красные неужели эта тварь оказывает такое влияние хе тарататан таратан 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 опять шкуры повсюду шкуры что эта тварь с ними делает ой, я ее уже ненавижу всеми фипром своей женской души хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хем таратан а, я же не умею бросать ну ладно побросать кусками мяса тролля что может быть лучше Он же как супер мидбой должен быть. У него просто нужно солью кинуть и все. Он помереть должен. У меня так кажется. У него же кожи нет. Одни мышцы. Одни трупы, одни трупы. Да на тебе. Нет, кинжал промазал. А-та-та-та-та-та. Ой-ёй-ёй. Том от Steam Lake. Это мой или нет? Мой или нет? Потому что если я буду бросаться кусками своего предшественника, то это хреново. Точнее, это нормально. Это в порядке вещей для этой игры. Но это как-то не все равно. Не очень приятно. Не очень правильно. Умри! Да, я вижу, я вижу. Может быть, я получу дополнительную долю славы, убив тебя. А может быть, ты станешь настолько легендарен, что у меня даже не будут выдавать задания на твое убийство. А потом задания эти будут выдавать только лорды и короли. Чтобы не травмировать психику бедных приключенцев. Ну, сейчас я в тебя рукой кину. Как насчет этого? Нет. Рука промазала. Как насчет щита? Щито? Щит! Вам плевать. Так, я обнаружен, да? Вау, 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 да. Эта валь попыталась меня сейчас только что сбить. Причем я этого даже не заметил. Ладно, не будет у тебя левой руки. Нет, нет, нет. А, все еще с левой рукой. Он, он, он. Почему я все говорю в женском роде? Что она сделала? Он. Что он сделал? Он пнул меня в руку, потом в ногу. А потом в голову. Что у него за силушка такая? Богатырская, что мне конечности-то дробит пинками. А-та-та. А-та-та. Забавно. Ну, ладно. С этой твадью мы разберемся в следующий раз. А пока что с вами был Иронимус. Ждем пока загрузится главное меню. А пока что с вами был Иронимус. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.